Маткульт, привет! Меня зовут Ольга Уводова, я учитель математики, и больше всего я люблю рассказывать о том, как математика может пригодиться в жизни. И особенно о том, как знание математики может помочь вам не быть обманутым. Сегодня мы поговорим о графиках. График — это очень удобная штука. Бросил на него взгляд, и сразу все понятно, в отличие от этих скучных таблиц. Но иногда бывает, что мы видим не совсем то, что есть на самом деле. Например, посмотрим вот на эту картинку. Вам бы по какому из этих графиков хотелось получать зарплату? По левому или по правому? Обычно мнения разделяются. Некоторые любят стабильность, некоторые любят рост. Но на самом деле здесь абсолютно одинаковые графики, только нарисованные в разном масштабе. На левом нарисовали более крупный масштаб, и весь его обрезали снизу. Я взяла этот пример из книги «Как лгать при помощи статистики». Там написано, что обрезание шкалы экономит бумагу и, кроме того, может искажать информацию. Посмотрим еще один пример. Прошел конкурс по решению интеллектуальных задач. И о, какой интересный результат! Мужчины показали результат намного хуже, чем женщины. Удивительно. Но если приглядеться, то слева на графике написаны баллы. 3,9, 3,95, 4,00, 4,05. Если мы этот же график нарисуем, как полагается, от нуля, то мы увидим, что разница такая маленькая, что даже не о чем и говорить. Или вот еще пример. Представим себе, что оппозиция опубликовала результаты выборов мэра на разных участках. На тех, которых не было наблюдателей и на тех, которых были. И при первом взгляде на график мы видим, что без наблюдателей намного выше результат. Что это может означать? Может быть, там какие-то махинации? Но если присмотреться, этот график тоже обрезали снизу. Внизу в углу 40%, а реальная разница меньше 4%, и она может быть обусловлена чем угодно. Иногда, наоборот, крупный масштаб не дает никакой информации. Ну вот здесь идет себе и идет по годам график ВВП США. Но если нарисовать его покрупнее, то экономистам есть о чем задуматься. Почему был такой провал? То есть я хочу сказать о том, что обрезание шкалы не обязательно может быть обманом. Это может быть, наоборот, более добросовестное рассмотрение данных. Как, например, вот здесь. Московский математик Борис Овчинников нарисовал на графике смертность в Москве за разные годы. И обращает на себя внимание большой скачок в 2010 году. Это та самая ужасная история, когда было очень жарко, и действительно многие пожилые, многие больные люди не смогли пережить этой жары. Это очень грустно. Но, тем не менее, при первом взгляде мы вообще хватаемся за голову, что такое какой-то безумный рост в несколько раз. Но на самом деле рост всего в полтора раза. И для того, чтобы это увидеть, нужно внимательно посмотреть на оси. И здесь нет никакого обмана. Это совершенно честное добросовестное построение графика, потому что если нарисовать его мельче, там вообще ничего не рассмотришь. Поэтому просто нужно обращать на это внимание. А вот есть другой прием, который практически всегда означает, что вас хотят обмануть. Когда вместо столбика или точки на графике рисуют объемный предмет. Потому что мы с вами из жизненного опыта знаем, что если мы поставим рядом два чемодана, и один чемодан будет в два раза выше, в два раза шире и в два раза глубже, чем другой, то в него влезет не в два раза, а в восемь раз больше вещей. Поэтому когда мы видим объем, то мы и представляем себе рост объема гораздо больше. И вот здесь тоже кажется, что сталилитейная мощность ух как выросла. На самом деле рост есть, но он не такой уж выдающийся, меньше чем в полтора раза. С 10 миллионов тонн до 14. И наконец мой самый любимый пример. Это пивоваренная корпорация опубликовала график роста потребления пива с 1970 по 1978 год. Рост действительно был. И как он выглядит на этом графике? Высота самой маленькой бочки 20 единиц, высота самой большой бочки 60 единиц. То есть линейные размеры изменились в три раза. То есть объем бочки будет в 27 раз больше. Что же в реальности? В реальности выросло со с до 20 до 160 миллионов баррелей. Рост есть, но он не выдающийся. В полтора раза, а не в 27. То есть здесь они использовали оба приема. Они и обрезали шкалу снизу, и использовали объемный предмет вместо точки или столбика. Но и это еще не все. Внизу компания поместила график роста доли своей на рынке. Точнее сначала роста, а потом последние два года-то было падение. И мы видим это на графике. И они нарисовали столбчатую диаграмму. Но вместо того, чтобы просто нарисовать скучные столбики, они самый последний столбик скосили. Зачем? В этом нет абсолютно никакого математического смысла. Зато есть рекламный. Вместо графика мы видим здесь ледокол, который гордо рассекает пространство. И компания ничего не страшна. Если этот же график посмотреть, как он должен быть нарисован объективно, он выглядит совсем не так впечатляюще. Был какой-то рост потребления пива. Это левый график. Но был рост. Не какой-то такой сверхъестественный. А у компании дела вообще сначала шли хорошо, а потом плохо. Но посмотрите, какая разница, какое разное впечатление от этого графика и того, как они изобразили. Здесь я рассказала о том, как понимание того, как устроено графики, поможет вам лучше анализировать информацию. Это всего лишь один из множества способов того, как вас могут обмануть, если вы не знаете математику. И наоборот, не смогут, если вы будете знать математику. Поэтому я приглашаю вас смотреть наш канал, изучать математику и много-много знать.